В Сосновском районе мужчина не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте. Подробности аварии знает наш корреспондент. Жуткое ДТП произошло недалеко от поселка Вознесенка. 59-летний водитель на «Шевроле» не смог удержаться на дороге и влетел в столб электроопоры. Вот как выглядит машина после столкновения. Ее смяло. В салоне авто в этот момент находился только водитель. От полученных травм он скончался. Под миасом 32-летний водитель «Мазды» вылетел на обочину и врезался в металлическую опору. Мужчина погиб на месте, а его 26-летнего пассажира доставили в больницу. На трассе под Коркино насмерть сбили 50-летнего мужчину. Предполагается, что он попал под колеса автомобиля серебристого цвета. Вот только ничего больше о виновнике неизвестно. Водитель скрылся с места ДТП. В Миасе пенсионерка на УАЗе сбила 9-летнего ребенка. Мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. Судя по кадрам, у ребенка оказалась повреждена нога. Он прихрамывал, но смог уйти с проезжей части. А этого мальчика сбила легковушка на Копейском шоссе. Он перебегал дорогу на красный сигнал светофора и угодил под колеса иномарки, за рулем которой была 34-летняя автоледи. В тяжелом состоянии школьника увезли в реанимацию. На улице Героя России Родионова не поделили дорогу две иномарки. В результате столкновения одна из них перевернулась, а у другой разбит капот. Как говорят очевидцы, помощь медиков понадобилась 22-летнему пассажиру Рено. Массовая авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. Там столкнулись сразу три машины. Одна осталась на проезжей части, а другие снесли забор и остановились на тротуаре. К счастью, в этот момент там не было пешеходов. А это кадры из Златоуста. Там водитель на легковушке влетел в дом. По пути он снес забор. По словам самого лихача, он наскочил на кочку и не справился с управлением. Как говорят очевидцы, перед тем, как сесть за руль, мужчина изрядно выпил спиртного. В Каштаке 20-летний парень на отечественной легковушке не справился с управлением. Он вылетел с дороги и сначала снес дерево, а затем врезался в опору водопровода. Машина сильно пострадала. К счастью, водитель получил легкие травмы. На пересечении улиц Труда и Российской трамвай столкнулся с легковушкой. В итоге движение вагонов на участке пришлось перекрыть. А вот так выглядела трасса М5 после мощного снегопада. Обочины побелели. У реньга выпал снег, посыпано столью. Движение нормальное. Водители начали выкладывать фото заснеженных дорог в соцсети. Многие не рисковали двигаться дальше и пытались переждать разгул стихии в ближайших населенных пунктах. Снегопад прошел и в горах. Эти эффектные фото очевидец снял в национальном парке «Зюраткуль». Накануне синоптики предупреждали, что регион ждет резкое похолодание. Возможно, совсем скоро водителям все же придется сменить летнюю резину на зимнюю.